Разговор на родном языке и флаги двух республик. Так президента встречают казахстанские студенты КФУ. Здесь он не просто гость. Доктор экономических наук сегодня стал и почетным доктором Казанского университета. В новом статусе Нурсултан Назарбаев прочитал и лекцию. После развала СССР миллионы безработных нечем платить зарплаты и пенсии. Приватизация промпредприятий тогда привлекла 30 миллионов долларов инвестиций и спасла Казахстан в лекции и о давнем сотрудничестве страны с Россией и Татарстаном. Очень приятно осознавать, что в таком вузе учатся молодежь из Казахстана. Согласно историческим данным, с 1877 года в Казахском университете активно обучалась казахская интеллигенция. А в Казахстане начинал творить татарский поэт Габдула Тукай. Два народа, которым не нужен переводчик, продолжает уже ректор КФУ. Действует соглашение с ведущими научно-образовательными центрами Казахстана, направленные на создание совместных образовательных программ по археологии и сохранению всемирного культурного наследия. А казахстанские нефтегазовики в КФУ приезжают повышать квалификацию. Сегодня здесь 500 студентов из Казахстана, а всего в республике учатся больше 1200. Первый раз мурашки по коже от гордости, то что именно в Казан, именно в Казанск федеральный университет Назарбаев посетил. По президенту, конечно, ну и по родине очень сильно скучаю. И по окончанию университета вернемся назад. Нурсултан Назарбаев, став почетным доктором КФУ Шутя, отметил, теперь придется читать в университете лекции хотя бы раз в год. Лена Зинатульна, Рына Цаффин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин